В Тверской области все чаще кусают змеи. Встреча с присмыкающимися заканчивается поездкой в реанимацию. Возможно, не уберечься от гадов и чем чревато промедление при оказании первой помощи. Тверские врачи рассказали нашему корреспонденту, что нужно делать, если укусила змея. Неприятные встречи с присмыкающимися чаще всего случаются в сельской местности. Либо в лесополосе, либо на приусадебных участках. Редко в воде. Так, шестилетнюю Полину 1 августа змея укусила у собственного дома в Весегонском районе. Ольга, мама укушенного ребенка, сетует, что гадюка вцепилась с дочки в голень. Мы гуляли у дома, и ребенок, я в принципе точно не видела, но из меня была змея. Наступила, и она его укусила. Пострадавшей девочке была оказана медицинская помощь в виде насыворотка. Затем ребенка перевели в реанимацию детской областной больницы под наблюдением врачей, где она находилась несколько дней. Пациент к нам поступил уже в удовлетворительном состоянии. Ему все, что нужно, было проведено на этапе госпитализации в реанимационное отделение. А у нас он долечивается. Сейчас укушенная девочка идет на поправку и готовится к выписке. Как рассказывают врачи детской областной клинической больницы, этот случай укуса змеи уже восьмой за сезон. Обычно змея жалит в конечность, но бывают исключения. Например, в воде ребенка укусила гадюка за щеку. Яд змеи опасен тем, что вызывает мощную токсикацию организма. Яд гадюки, если мы говорим про гадюку, он, любой яд, да, он оказывает на организм токсическое действие в виде гемотоксического и цитотоксического действия. То есть обусловленное воздействием токсинов на свертывающую систему крови. И, соответственно, все осложнения могут быть из-за того, что не вовремя медицинская помощь оказана пострадавшему. Самое главное в подобной ситуации, говорят медики, правильно оказать первую помощь. И вопреки стереотипам не стоит бросаться отсасывать яд из раны и тем более ее надрезать. На то, чтобы оказать помощь всего несколько часов. И это поистине драгоценное время. Во-первых, нужно покой. Покой для конечности. Дальше возвышенное положение конечности. Холод, если рядом холод, можно будет холод приложить и подержать не более получаса, чтобы переохладить конечность. И как можно быстрее доставить в ближайшие лечебные учреждения. При укусе змеи может быть сильная боль, появится отек синюшность. Но, говорят врачи, у каждого человека на яд змеи может быть совершенно разная реакция. В некоторых случаях обходится даже без одутловатости. А в некоторых отек мгновенно разрастается. Но, несмотря ни на что, пострадавшему необходима помощь медиков. Главным образом, как считают специалисты, спасти от змей человека может только внимательность. По словам специалистов-биологов, Тверская область не отличается разнообразием ядовитых присмыкающихся. Чаще всего это гадюка. Их численность и популяция не стали больше. На приусадебных участках их привлекают моллюски-насекомые. На людей они не охотятся, а нападают лишь в том случае, если чувствуют опасность. Поэтому в избежании травмы следует проявлять внимательность в местах обитания змей.